итак здравствуйте уважаемые друзья перед нами карта русских няжеств накануне монгольского нашествия 1223 году конечно же была битва на калке которая проходила мне границ руси это было вот здесь и вот на егэ очень часто встречается показать место битвы на калке и в частности спрашиваются даже даты да когда была эта битва которая здесь обозначена я думаю что это не очень сложное задание но я думаю за есть задание конечно же посложнее в частности в 1235 году на курултай когда уже произошла битва на калке когда уже состоялась она монголы под руководством джебе и субеде некоторой степени прошли провели разведку боем да они прекрасно поняли они прекрасно продиагностировали на что способны русские князья вернее они поняли что они между собой совсем не дружат и что они находятся в периоде феодальной раздробленности и постоянно между собой борьбы да они не находятся в сплоченности у ними у них нет единого командования в то же время также и полонцы себя не особо проявили и были даже как и русские князья вместе разгромлены да то есть полонцев разгромили вместе с русскими князьями по сути вот и монголы под руководством джебе и субеде ушли к себе и по пути они разграбили некоторые южные княжества в частности переславская здесь показано да и часть даже киевского княжества после этого они вторглись пределы ворской булгарии и немножко там повоевали затем они ушли обратно монголии ну так же как и написано здесь на этой карте собственно говоря и уже прошли прошло некоторое время в 1227 году умирает чельгиз хам ему престол наследуют его сын сын угедей и стоит сказать что чельгиз хам умирает вместе со своим в один год со своим старшим сыном звали его джучи у этого джучи был сын баты который был ну я бы сказал бы принцом крови который был всего лишь один из семьи один из наследников чельгиз хана по сути однако а именно верховным правителем являлся угедей в 1235 году на курултае монгольской знати под руководством угедея было принято решение решение идти на русь и вот эти земли руси и земли которые к востоку от руси ворска булгария половецкие степи они договорились отдать то есть они были не были еще завоеваны но однако на эти земли уже претендовал по решению монгольской знати и великого хана угеде баты сын джучи и уже был до самого до еще до момента завоевания этих земель образован так называемый улус джучи и в 1236 году монгольское войско под командованием баты отправилась по ход в 1236 году практически пала ворска булгария под монгольскими конями а в 1237 году ворска булгария по сути утратила свою самостоятельность и вошла в монгольскую империю и следующее на очереди после волжской булгарии было рязанское княжество как наиболее ближайшая которая была расположена конечно же ближе к волжской булгарии